Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за приглашение. Ольга Георгиевна очень подробно вам рассказала о состоянии зимых. То есть зима была сложная в Ростовской области, в Центральном федеральном округе, в Краснодарском крае. А в Краснодарский край у нас еще было осложнение тем, что выпали дожди на голую почву. И что нас ждет? То есть сейчас мы уже ждем наличие прикорневых гнилей, которые у нас будут. И как мы должны эффективно защищать наши растения, как мы должны повысить эффективность минеральных удобрений, я вам об этом сейчас расскажу в презентации. Компания Бионоватик находится в славном городе Казань и занимается производством микробиологических удобрений и средств защиты растений. Работаем мы с нашим эксклюзивным дистрибьютором, компанией Биогрессервис. Если захотите подробных консультаций и приобретения, пожалуйста, обращайтесь к ним. Итак, сейчас, когда у нас растения выходят из зимовки, первое, с чем мы сталкиваемся, это у нас снежная плесень, фузиозная корневая гниль, циркаспорела и гильмитаспориоз. Еще пошло такое развитие заболевания гибелинос. Наверное, многие тут уже сталкивались с этим заболеванием. Эффективное решение для первой обработки – это обработка биологическими фунгицидами. Наша компания предоставляет программу защиты. Первый фунгицид – это оргами КС. Основной действующий компонент – это бактерия – бациллезамилоликпациенс. Бактерия выделяет порядка 60 антибиотиков, которые препятствуют развитию заболеваний грибной бактериальной теологии. Бактерия живет весь период вегетации с растением. Начинает она работать от среднесуточной температуры плюс 5. То есть, когда у нас температура установили среднесуточные плюс 5, бактерия работает. Она у нас спорообразующая. То есть, она не погибнет при условии возвратных заморозков и будет находиться весь период вегетации с растением. Как раз она закроет вам прикорневую зону, защитит. Химические фунгициды в основном у нас направленные действия идут вверх, а биология опускается вниз. Чего не делать химические препараты. Ну и, конечно же, псевдобактерин третий. Наверное, все вы работали, уже был псевдобактерин, был псевдобактерин второй. А псевдомона, в отличие от оргамики, это живая бактерия, которая продуцирует антибиотики другого ряда. Ну, псевдомона нам способствует лучшему развитию корневой системы, опускается вниз, тоже защищает прикорневую зону, ну и также дальше помогает нам бороться с засухой. Псевдомона образуют такие слизистые выделения, которые помогают растению преодолеть засуху, если будет засушливый период, ранее весной. Эту программу защита мы рекомендуем применять от выхода после перезимовки до конца фазы кущения. Дальше уже вместо химическим, конечно, инсектицидам, флаг, лист, колос, там вы уже применяете химические препараты. Есть у нас в компании еще очень эффективный биофунгицид, то есть как вам снизить запас инфекционных патогенов с осени. После уборки зимой пшеницы необходимо вносить препараты на основе триходерма. Триходерма – это уже давно всем известный прием. Есть триходерма Харциану, Бериды, Легнору, Наша Асперелум. И хочу вас убедить, чтобы вы не боялись. Компании-производители препаратов триходерма производят ту триходерму, которая не перерождается в условно-патогенную, чтобы вы не боялись. Потому что сейчас очень много роликов есть в интернете, что триходерму нельзя вносить, что она опасная, что она вредит. И если ей ничего будет есть, то она будет покушаться на ваше культурное растение. Это все не так. Все зависит от ее рода и вида. Все биологические препараты имеют свой генетический паспорт. И условно говоря, когда мы регистрируем микроорганизмы, у всех есть штамм с цифрами 1158, он будет условно-патогенный. 1156 будет условно-непатогенный. Так, например, бактерии рода бацилис. Они есть бацилис, субтилис – это фунгициды, бацилис, трингиенсис – это инсектициды. То есть здесь все очень специфично. И здесь, когда компании-производители приезжают, ну просто поверьте, производить условно-патогенов и тех, которые перерождаются, никому неинтересно, никто не будет этого делать. Так вот, оргамика F – это единственный почвенный биофунгицид, который позволит вам снизить наличие патогенов в почве до 15% за первый год применения. Но триходерма – это не волшебная палочка, и применять ее нужно примерно 3 года подряд. Потом делаем анализ почвы, супрессоры, патогены и смотрим, или мы останавливаем применение, или продолжаем. У нас был отличный пример в хозяйстве Кубань-Хлеб. Три года подряд мы проводили исследования. Ряд хозяйств мы вывели на уровень супрессии, когда мы добились оздоровления почвой. И есть тут люди, которые могут это подтвердить. То есть перед тем, как вы вносите триходерму, вы должны на своих полях провести анализ. Сколько патогенов у вас присутствует и сколько супрессоров. Супрессоры – это полезные грибы и бактерии. И по соотношению патоген-супрессор у вас должно быть 1 к 3. И только в таком случае ваша почва считается здоровой. Если вы вносите триходерму 3 года подряд, вы можете уйти от одной фунгицидной обработки ранней весной. Потому что первичное заражение у нас все идет из почвы. Поэтому я вам рекомендую применять данные препараты после любой культуры, перед посевом предыдущей. Это как вы пообедали и стерли крошки со стола перед ужином, подготовились. То есть это такая зачистка своеобразная. Ну и хотела вам показать на примере эффективность биофунгицидов в чашках Петри. Как у нас бацилесамилорифацияс подавляет рост фузариума и как подавляет рост фузариума триходерма. Вы видите с этой стороны зеленый, это уже рост триходерма. Желтый фузариум. То есть она его подавляет. Она на него нападает, так скажем, активно. Они дают ему развиваться. А это все происходит у нас в оргамике за счет выделения антибиотиков. А гриб просто, мицелли, они борются, грибы борются в естественной среде между собой за площадь и за питание. Все просто, как у людей. Ну и здесь пример псевдобактерина вертицилум. Ну просто, как для примера, сверху чашки Петри, это первые сутки заражения. То есть в центр чашки поместили патоген. Дальше нанесли псевдобактерин. И вот по суткам. Первый, второй, третий, четвертый. Желтый налет, это развитие псевдомоны и подавление, видите, вертицилума. Ниже это вертицилум на растительных остатках. Ну это чтобы для визуализации вы понимали, как грибы и бактерии работают. Дальше, когда мы поборолись с болезнями, у нас встает вопрос питания растений. Конечно, питание должно быть растений дифференцированное. Я слышала, сульфат магния еще нужно применять, помимо сульфата аммония. Ну это как бы немаловажный фактор. Магния играет важную роль в жизни растений. Но переводом минеральных удобрений в доступную для растений формы занимаются только микроорганизмы. Мы предлагаем программу питания. В программу входит препарат органит N. Это бактерия азосперила Зео, которая фиксирует атмосферный азот. И переводит недоступную форму азота в доступную форму азота, который находится в почве. По научным нашим данным, по различным публикациям зарубежным, данная бактерия способна аккумулировать атмосферного азота от 50 до 70 кг ВДВ. Ну если кому интересно, сколько мы можем использовать. Всем известно, что в атмосфере содержится 70% азота. И он недоступен растениям. И доступен он становится только в период разряда грома. А это происходит как бы редко, да, у нас. Органит P. Это бактерия бацилис мегатериум. Это ризосферная бактерия, которая поселяется в корневой системе растений. Питается выделением корневых... Когда у нас идет рост корня, у нас есть чехлик, да, и вырабатывается слизь. Вот эта слизь с корневых волосков является питательной средой для бактерии бацилис мегатериум. Но все биологические препараты по своей природе полифункциональны. И, как я говорю, чтобы было просто для понимания, данный комплект программы защиты является таким официантом для растений. То есть данные бактерии просто переводят недоступные формы в доступную для растений форму. Ну, чтобы это было понятно. И переводом минеральных утобрений занимаются, еще раз повторю, бактерии. Поэтому мы должны постоянно их носить. Раньше у нас было много органики, и эти бактерии были у нас в органических утобрениях. Но в связи с тем, что животноводство, к сожалению, у нас сократилось, мы должны сейчас вносить их извне. Также мы предлагаем применять наш стресс-протектор, перебирать обоз, это биодокс, который на основе архидоновой кислоты и помогает растению просто лучше развиваться и питаться. Чем лучше развивается и питается растений, чем шире у нас листовая фотосинтезирующая поверхность, тем, естественно, лучше урожай и выше его качество. Сейчас еще я не забыла сказать, что мы проводили анализ, мы обрабатывали семена зимой пшеницы, брали почву в среду сферы, также проводили параллельную листовую диагностику. Фосфора у нас усвоилась по сравнению с контролем на 30% больше. И листовая диагностика дала нам понять, что растение питается сбалансированно. Не только фосфор, азот и калий, но и все макро- и микроэлементы были усвоены в нужном балансе. Здесь мы вам приводим примеры применения наших программ, то есть это прибавки не от одного продукта, чтобы вы понимали, да, то есть здесь комплекс факторов. Здесь у нас идет стимуляция, здесь у нас идет питание и, конечно, защита. Прибавки у нас в основном идут от 5 и до 20%. Обрабатываем семена. Самый эффективный прием обработки семен, чтобы при росте корневой системы бактерии уже заселялись с ростом корневой системы и колонизировали пространство корневых волосков. Стимулятор роста мы добавляем для того, чтобы вскоды были у нас равномерные, выровненные. Ну и дальше у нас повторное применение от начала до конца к пазу кущения. Дальше то, что выделено пунктиром, это уже на ваше усмотрение. Все зависит от условий года, есть у вас развитие заболеваний или нет. Ну и такая сравнительная таблица, чтобы вы понимали, сколько стоит химическая защита и сколько стоит биологическая защита. Преимущества биологических препаратов на сегодняшний день всем известны. То есть это экологическая составляющая. Биологическим препаратам нет резистентности. То есть если у нас каким-то химическим фунгицидом резистентность уже имеется. Имеется, да, карминдезим, например, уже все говорят, что он не работает. И биологическим препаратам резистентность отсутствует. Ну и чтобы быть плодородной, почва должна быть живой. Почва у нас живой микроорганизм, мы должны об этом заботиться. Мы должны ее обогащать, делать ее живой. Все зависит от нас с вами. И мы должны сохранить свои поля и сохранить почвенное плодородие для своих последующих поколений. Все наши продукты сертифицированы органическим сертификатом ЦЕРАС. Но если есть видео с органическим хозяйством, все знают, да, сертификаторов ЦЕРАС. Ну, пожалуйста, примиряйте нашим. Далее, Ирина, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!